Приветствую Вас! Я прочитал Ваш вопрос и хотел бы дать на него Вам ответ. Возьмем, пожалуйста, того, что Вы как-то вот, знаете, ждете волшебного решения своей проблемы, волшебного решения своей ситуации, но обратно заключается в том, что волшебного решения Вашей ситуации нет. Его нет. И сразу скажу, что техники здесь, это не то, что Вам нужно. То есть, здесь у Вас вопрос прям такой довольно низкий эмоциональный эффект. Пожалуйста, не думайте, что речь идет о классическом интеллекте. Нет. Речь идет именно о интеллекте эмоциональном. То есть, что это значит? Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение человека рефлексировать и здраво оценивать свои чувства, эмоции и корректировать свое поведение, исходя из того, что они значат. А также брать на себя ответственно за них, за эти самые чувства и за эти самые эмоции. То есть, чисто теоретически, если предположить, что у Вас развит эмоциональный интеллект, Вы бы не стали встречаться со своим молодым человеком, с которым Вы сейчас встречаетесь. Потому что Вы бы понимали, что Вы несчастливы. А раз Вы несчастливы, значит, ну, как-то вот взаимодействовать с ним, общаться с ним, ну, в общем-то, нет же. Потому что он Вас абсолютно не делает счастливым. Счастливой, простите. Вот. Вот. То есть, момент, момент здесь именно вот такой, такого плана момента, что Вы не обладаете достаточным уровнем интеллекта, эмоционального интеллекта, да. И отсюда вероятнее всего Ваши проблемы. Давайте с Вами попробуем разобрать то, что Вы написали. И я покажу Вам, где-где Вы неправильно себя повели. Итак. Мне 23 года. Интересно, что Вы начали с возраста. Это вообще прям очень интересно, что Вы начали с возраста. Видимо, возраст имеет для Вас значение. Очень большое значение имеет для Вас, видимо, возраст, раз Вы о нем говорите. Вот. Но я, Сергей, хотел бы уточнить у Вас, почему Вы начали с возраста своего. Какое значение для Вас имеет возраст? Вас, конечно, возраст. Итак. Три года у меня были серьезные отношения. Но они распались, потому что человек мне изменял и вел образ жизни, который мне не нравился. Ну, вот здесь, пожалуй, первый момент. Если человек Вам изменял, если человек как-то вот, ну, не вел себя достойным образом и так далее, А почему Вы с этим человеком были? Зачем терпели его три года столько времени? Для чего терпели? С какой целью терпели? Вот. Это, пожалуй, первое, да? Вот. Вот. Далее. Вы пишите, значит, в 12-м году. Я поднакомился с парнем. Тут Вы отношения закончили. Три года. Три года с рук большой. Одна практически не побыли. Не поняли свои ошибки. Не поняли, что делали правильно. Сразу из-за них отношения кинулись другие. Я поднакомился с парнем. У меня загрузились с ним отношения, которые длились около 6 месяцев. Я быстро забыл про предыдущие. Младший человек был моложе меня на три года. Несмотря на то, что друг отношения небольшой, они не запомнят больше всего. О других отношениях я не вспоминаю. И до сих пор, думаю, об этом человеке сказать прошло 5 лет. Ну, смотрите. Смотрите. Почему 5 лет? Почему 5 лет? Почему 5 лет? 5 лет потому, что, в общем-то, молодой человек на фоне. На фоне вот того молодого человека, другого. Вот он на его фоне действительно выглядел хорошо. Да. И вам он запомнился потому, как сильно, что вы в тот момент были им очарованы. И очарование это, ну, оно не успело пройти. Оно не успело закончиться. Это очарование. Вы расстались с ним. И из-за того, что вы расстались с ним, у вас осталось недовершенность. Плюс ко всему, что он был для вас на фоне, плюс ко всему, что он был для вас вот именно, именно по сравнению с тем предыдущим, он, естественно, запомнился вам больше. Это нормально. Мы были с ним так мало. Я думаю, столько лет. А думаю, столько лет. Иногда пару раз в день, иногда пару раз в неделю, но думаю, что еще за его жизнью в соцсетях. А почему расстались-то? Тем более, что вы встречаетесь и проводите время. И для чего? В чем причина рассталась тогда? Я привожу время с другим, а в мыслях то он. А почему вы с другим, если думаете о нем? Зачем? Вы же другого с ним проводите время, вы же его используете просто. Для чего? Вы так счастливы не будете. Сейчас отношения, которые для вас за один год, но я себя не чувствую, не комфортно, потому что молодой человек не работает, хотя он был ровесник и в других отношениях с ним не хватает. Пора бы и жить, значит, так, и жить отдельно и о семье думать. А зачем вам жить отдельно и думать о семье, если молодой человек вас не привлекает? Вы понимаете, что вы с ним не будете счастливы? И вам молодой человек не напоминает вашего предыдущего молодого человека, с которым у вас все так можно делать весьма и весьма плачевно? Так вот, тут ситуация такая же будет. Вы опять заменяете, замещаете точнее женскую позицию в позиции, не знаю, в позиции родителя может быть, в позиции, в позиции странной позиции в общем. В позиции, в которой мужчина, вот ваш мужчина, он вообще непонятно кто. И зачем, зачем вам такой мужчина? Вот что я у вас спросить хочу. Зачем? Для чего вам такой мужчина, который не работает и так далее? И вы с ним еще семью хотите создавать? А зачем семью создавать? Таких человек. Для чего? Чтобы счастливой быть? Или для чего-то еще? Вы подстановите об этом сейчас, пока еще вы не в браке, пока еще есть возможность легко расстаться и так далее. Вы подумайте лучше сейчас об этом. Зачем вам семья с таким человеком? Для чего она вам? Семья с таким человеком? Вот. И почему вы не можете быть вот тем человеком, который вам нравится, который вас устраивает во всем, о котором вы говорите, что мир обнимает вас? Это любовь, то, что у вас происходит. Любовь. Потому что мужчина, ну, скорее всего, идеально вам подходит. Вот. Это любовь. Тут только вы по какой-то причине не цените свои чувства, не цените то, что у вас есть. Вы не цените те эмоции, которые у вас есть. К ним, к ним. Вы как-то ими разбрасываетесь. И здесь непонятно, если вы встречаетесь, то будем и рассказывать. И почему молодой человек замолкает, замолкает, вот его молчание это как вообще? Как это понимать, что он замолкает? Он замолкает в плане того, что не хочет с вами взаимодействовать вообще? Или он замолкает в плане того, что у него нет желания иметь с вами что-то общее? Или он не идет на сближение? Понимаете, вот непонятно, непонятно, что вы имеете в виду, когда говорите, что он замолкает. Совершенно. А это ну непонятно. Потому что в зависимости от этого вы будете свое дальнейшее поведение выстраивать по отношению к нему. Ну и поскольку все ваши мужчины, они как будто бы ведомые, а вы ведущие, Я полагаю, что этот мужчина привлек вас тем, что он ведущий, а вы ведомые. И вам, с одной стороны, хочется быть с ним, а с другой стороны, с другой стороны, вероятно, вы как-то вот боитесь, вероятно, вы как-то опоздаетесь, вероятно, вам как-то не по себе, скорее всего. Из-за того, что он, из-за того, что он ведущий, а не ведомый, как вы привыкли. Да? Вот. Дальше. Дальше. Значит так. Мне хочется понять, причина того-то, я думаю, он так долго. Ведь после меня, у меня были отношения, и не одни. Представьте, он сейчас объявится, я забрал все это любовь. Ну, может быть, страсти или незавершенность в отношениях. Мне хочется с ним быть, общаться с его друзьями, видеть одобрение его друзей. Для чего я с ним, их радость за нас. Для чего вам это нужно? Если я его встречу, то происходит холодный пост. Будут стерниться, эмоции будут бешеные. Почему так происходит? Это любовь. Либо страсть. Ну, тут нужно более подробно разбираться, что он для вас. Значит, и как вы вообще отношения выстраиваете с мужчинами. Значит ли это тот же человек, с которым я сейчас отношения, это не мой человек. Да, значит. И поэтому я мысленный другим, нет. Мысленный другим, потому что вы распорчеными в отношениях. Вы не привыкли отношения завершать. Вы не привыкли одна быть вообще. И вы не привыкли рефлексировать о своих эмоциях, о своих чувствах. Вот. Ну и последний ваш вопрос, он немножко несравный, потому что техники, которые я смогу провести сама с собой, чтобы понять, почему я о нем думаю, какую точку мы не поставили, чтобы это определить. Тут вот очень изглавно у вас получилось. Вот. Я вам скажу совершенно точно одно. Что отношения у вас с молодым человеком не завершились, они завершились до сих пор. Вы их не встречаетесь периодически. Это что-то значит. Соответственно, вам надо понять, почему у вас отношения вообще не гармоничны. То есть, что мешает выстраиванию гармоничных отношений именно вам. Вот. Почему вы терпите мужчин, которые вам не подходят, откровенно. Это два. Да. И почему вы расстались с человеком, с которым у вас вроде как все довольно хорошо. Этот то есть. Вот эти моменты, я думаю, вам нужно будет обязательно пронаботать, как с этим психологом. Вот. А мы сейчас чувствуем, что проблема здесь глубже. Возможно, есть какой-то негативный родительский сценарий, который не позволяет вам выстраивать отношения нормальные, гармоничные. Что вы то с одним, то с другим, то с другим, то с тем, кто вам не подходит, то с тем, кто слишком далёк от вас. То есть, всё вот это говорит о неправильной позвоночной вопросе. Либо о неоформленной модели женского поведения. То есть, какая вы женщина, что вы можете мужчине дать как женщина, что вам мужчина может дать, как вы как мужчина. Вот эти все вопросы, они требуют детальной проработки. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.